Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Меня зовут Алексей, магазин Мир Моделей. И сегодня я буду рассказывать о модели подводной лодки К-114 Тула проекта «Дельфин» от компании «Звезда». Подводная лодка К-114 Тула проекта 667 ВДРМ «Дельфин» была спущена на воду 22 января 1987 года. Модернизацию прошла в 2000 году. Тактико-технические данные. Водоизмещение 11740 тонн надводная, 18200 тонн подводная. Длина 167,4 метра. Ширина 11,7 метра. Осадка 8,8 метра. Надводная скорость составляет 14 узлов, подводная 24. Глубина погружения рабочая 320-400 метров. Максимальная 550-650. Автономность плавания 80-90 суток. Экипаж 135-140 человек. Причем для экипажа обеспечены улучшенные условия комфортности обитания. То есть есть сауна, солярий и спортзал. Основное вооружение составляет 16 баллистических ракет Р-29РМУ «Синева» с дальностью стрельбы до 11 тысяч километров. Дополнительно 4 торпедных аппарата калибра 533 миллиметра. Боекомплектом 12 торпед или 24 мин. Ну и теперь непосредственно в коробке. На лицевой части изображена сама подводная лодка. Вот. Сзади у нас изображена собранная модель и небольшая историческая справка. Ну и по бокам рекламный проспект от фильма «Звезда». Коробка содержит у нас первое что-то инструкция формата А4. Два листа. Вот. Цветная схема покраски. Лист декалей. Подставка. Для готовой модели. И 4 литника с деталями. Подставка послужит прекрасным дополнением к уже собранной модели. Позволит красиво разместить ее на полке. Тем более, что на этой кале как раз есть и кириллица, и латиница, и название подводной лодки. Табличка, соответствующая на литниках. Первый у нас идет литник с боковыми и нижними деталями корпуса. Выполнен из черного пластика. Вот. На поверхности, видно, небольшие утяжники, но это ликвидируется очень мелкой наждачной бумагой без особых проблем. Следующий литник у нас содержит детали верхней части корпуса, кормовой оконечности, ракет, крышки ракетного отсека, верхняя часть рубки и табличка для подставки. Производитель предлагает нам два варианта сборки модели. Это с открытыми крышками двух шахт ракетных отсеков и люка загрузки торпед, а также с поднятым выдвижным оборудованием. Либо полностью закрытая версия. Данный литник содержит детали ограждения ракетных шахт, сами элементы ракетных шахт, если вы решите выполнять их открытыми, горизонтальные и вертикальные рули, рубка и шпангоут. Последний литник содержит крышки люков и подъемно-мачтовое устройство, выдвижное оборудование рубки. Отлито все достаточно ровно. Наблюдаются небольшие утяжинки, которые можно, опять же, решить с помощью мелкой наждачной бумаги. Модель атомной подводной лодки Тула выпускается только компанией Звезда, поэтому на российском рынке конкурентов у нее нет. Несмотря на относительно небольшое количество деталей и кажущуюся простоту, модель потребует внимания при сборке. Но получившийся результат порадует как человека, увлеченного тематикой флота и в современных ВМФ России в частности, так и любого другого моделиста. Меня зовут Алексей, с вами был магазин Мир Моделей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова